Всем доброго времени суток! Буквально вчера вышла 15-я по счёту серия Барута, и она довольно-таки интересной получилась, особенно подчеркну её конец. Похоже на то, что дальше пойдёт экранизация манги Наруто Гайден, ну а потом и 11-й фильм. Изменился и эндинг у аниме с новой аркой. Ну что ж, обо всём этом мы поговорим далее, и если вы готовы, то давайте незамедлительно приступим. Желаю вам приятного просмотра! Для начала давайте быстренько пробежимся по ключевым местам. Барута уже долгое время не замечал активности у своего глаза, и он посчитал возможным это из-за того, что больше не было всех этих пришествий с призраком. Далее же мы узнали, что староста находится под присмотром специалистов, и они похоже убедились в том, что вся эта ситуация с призраком дело рук старосты, и больше никаких неполадок не было. Барута с друзьями сильно переживали за Суммеры всю серию, и даже сам Шин обеспокоился о ней и попросил вернуть её обратно в Академию, всю ответственность беря на себя, ну и дав слово, что он присмотрит за ней. Но не всё было так просто, однако, всё-таки к концу серии её вернули назад в Академию к своим друзьям. И ясное дело, она была благодарна Барута за это. Всё хорошо завершилось, но всё интересное только начинается. В конце серии появились аж целых три персонажа из клана Оцуцуки. Перед этим, Саски попросил Наруто принести ему свиток с печатью Ноэ, и когда он увидел все эти исследования Данзо, он был порядком удивлён тому, что тот так близко подобрался к секретам Кагуи. Он как раз хотел попасть в тот мир, откуда прародительница Чакр и появилась. И по его словам, эти исследования ему сильно помогут в этом. Ну а потом же мы видим Танери, который, видимо, всё это время наблюдал за ситуацией, происходящей на земле. И он сказал, что они смогли спастись от погибели и то, что портал был успешно закрыт. Возможно, он и сам посодействовал этому. И, кстати, что это за трещина была, которая появилась из ниоткуда в пустом пространстве? Танери сделал с ней что-то, и трещина исчезла. Может, он чем-то защищает землю, оберегает её? Что вы думаете по этому поводу? Также Танери произнёс такие слова. На этот раз земля была спасена, но на неё скоро прибудут боги. Я думаю, он, скорее всего, имел в виду Мамашики и Киншики. И давайте подумаем, раз у них есть своё измерение, то возможно ли то, что существует ещё много таких сильных персонажей? Ну, то есть, по словам Танери богов. Думаю, мы скоро всё узнаем. Возможно даже, что аниме Борута будет примерно так же развиваться, как и Драгон Болл. Охватывая всё больше мир. Ну, это пока что только догадки. Однако, факт остаётся фактом. Сюжет очень хорошо развивается, и главное, интересно. После всего этого мы увидели Киншики и Мамашики в том самом измерении, в котором Наруто и Саски с остальными Каги сажались против них. И речь зашла о каких-то колебаниях, то ли чакры, то ли ещё чего-то. И Киншики доложил, что на земле случилось 16-байное такое колебание. А критический уровень для того, чтобы сообщить данную информацию, это было 10 баллов. Давайте всё это за баллы будем считать. Это, я думаю, из-за Наруто и остальных хвостатых. И, кстати, они заговорили и о Кагуе. И заговорили-то не просто так, а будто они послали её на землю выполнить какую-то миссию. И они даже не знали, что она была запечатана ещё давно своими же сыновьями. Да, её даже второй раз запечатали. Но наши боги не были в курсе. Плюс они удивились такому всплеску колебаний земли в то время, когда там находится Кагуя. Ну, типа она не допустила бы этого. И тут Мамашики засомневался в ней. Ну, наверное, всё-таки понял, что её убили или ещё что-то с ней сделали. И решил сам туда слетать. А на этом серия обрывается. И да, для тех, кто не в курсе, Кагуя и правда опасалась их по официальным данным. Возможно, сейв плод чакры, она и стала сильнее, чем они. Но Мамашики и Кеншики тоже не лыком шиты. Ну что ж, ждём продолжения. Мне интересно, как всё дальше будет развиваться. О, кстати, об эндинге. Как я и сказал, они его обновили. Теперь там показываются события манги Наруто Гайден. И думаю, это прямая отсылка к тому, что сейчас начинается именно эта арка с Учи-Хошином. А уже потом пересказ 11-го фильма с немного добавленным сюжетом. Ну, а на этом точно всё. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. С вами была Низора. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok